В русском языке слово «икра» обозначает и овощную, и грибную икру из растений. То есть это такое кушанье паштетообразное из мелко искрошенных грибов, овощей или растений. То же самое икра рыб. Там специалисты говорят несколько другому, что это вот раскроить рыбу с края, с краю выпотрошить. Вот там это тоже мелкая такая икра. А получается так, что вместе это вот там мелкие такие вот искрошенные частички зернистой икры. Хотя в принципе есть не только зернистая икра, но и паёсная, такой паштетообразная. Но вот такая вот у нас получилась метаморфоза с этими названиями. И собственно икроможная мышца тоже икра. И тоже в некоторых языках это прослеживается как край. Край чего-то. Вот у рыбы край, ее раскроили, достали эту икру. Ну вот мы сейчас с вами говорим об овощной икре, это кабачковая икра. Это тоже в принципе то же самое, что грибная икра, искрошить, раскроить, выпотрошить. То есть сначала нужно это так, чтобы вот изнутри баклажана, там или мы говорим о кабачковой икре, вот выпотрошить внутренности и искрошить их. Впервые выпуск икры был налажен на концернных заводах где-то в 30-х годах. А вот в 33-м году выпуск был прекращен, потому что в Днепропетровске случилось массовое повальное заражение ботулизма, это тяжелая болезнь, и виновницей была признана именно консервированная кабачковая икра. Потому что действительно любые консервы, они в общем-то опасны в плане заболевания ботулизма. И на некоторое время изготовление икры кабачковой на концернных заводах прекратилось. И возобновил ее только Никита Сергеевич Хрущев, и благодаря своей жене Нин Петровне. Потому что Нин Петровна была женщина такая полная, точная, старалась придерживаться, может быть, там более такого легкого питания, диетического. И овощные блюда, и в том числе кабачковая икра, тоже зачастую присутствовала на их столе. Ну и Никита Сергеевич дал указание построить большой консервный завод и буквально весь Советский Союз накормить кабачковой икрой. И мы прекрасно помним, что действительно, может быть, ничего уже не было, но кабачковая икра на прилавках магазинах стояла всегда. Леонид Гайдай с таким юмором отнесся к этой заморской баклажановой икре, потому что в тот момент действительно все прилавки были завалены баклажановой и кабачковой икрой, а вот осетровой и красной было крайне мало. Ну вот он переиграл. Действительно, с исторической точки зрения, когда-то у нас было там много икры черной и красной, а кабачковой в том количестве, в котором она была представлена в Советском Союзе, конечно, ее уже не было, вернее, еще не было. А что, в общем, продукт действительно хороший. В магазине можно было пойти, купить, поставить на стол, и вкус приятный, и консистенции, можно было намазать на хлеб, и в качестве закуски использовать. Конечно, домашние хозяйки, может быть, пытались приготовить икру дома, но не всегда получалось добиться именно этого вкуса. Причина проста. В общем-то, отсутствие, прежде всего, оборудования, того, которое позволило бы в домашних условиях приготовить, это и соблюдение температурного режима, это и соблюдение условий стерилизации. И, в общем-то, должны понимать, что когда мы берем какой-то гостовский рецепт, нас поражает то, что у нас там 135 грамм чего-то, 217 грамм яйца, если мы берем какой-то, почему это так? И вот когда берешь гостовские рецепты, прежде всего удивляет это. Вот это вот странное такое вложение, такая технологическая карта, очень странная. А с другой стороны, понятно, что была цель добиться круглой цифры веса на выходе. И для того, чтобы получить полкило или килограмм торта, нужно было вложить вот такие какие-то странные количества ингредиентов и при этом добиться какого-то хорошего вкуса. Хозяйка же, прежде всего, любая хозяйка подгоняла приготовление, в том числе и кабачковую икру, под свой вкус. У кого-то было вкуснее, у кого-то было больше кислая, больше сладкая, но все-таки идеалным была та кабачковая икра, которая продавалась в банках и стояла у нас на прилавках. Ну, я, например, ела сама и в Советском Союзе, потому что эта украина действительно была вкусная. Она была вот все время, даже зимой приходишь, возьмешь эту икру. Она действительно была такая свежая, хорошая, овощная. Это все, она кусочек черного хлеба, это было невероятно вкусно. Было, я так понимаю, что несколько рецептов даже по ГОСТу, по вложению именно продуктов, это было просто чистые кабачки с луком, с томатной пастой, без томатной пасты. Есть были рецепты ГОСТовские, я предупреждаю, что с добавлением моркови и корня сельдерея. То есть, так или иначе, конечно, и вкус, в общем-то, менялся. Ну, вот мы сегодня будем готовить абсолютно такую стандартную икру из одного только кабачка с репчатым луком, с томатной пастой. Ну, и, как всегда, соль, обязательно щепотка сахара. В качестве и консерванта, и сохранения цвета, ну, в общем, даже у учителя вкуса такого, небольшое количество 9-процентного столового уксуса. Я так думаю, что у нас будет как раз вот похоже на один из ГОСТовских рецептов кабачковой икры. Мы слегка пассируем репчатый лук, порезанный кубиком, откладываем в сторону. На этой же сковородке мы обжариваем кабачок до прозрачного состояния. В принципе, кабачок можно и запечь в духовке, слегка сбрызнув тоже растительным маслом. Пробьем блендером, переложим в сковородку и добавим томатную пасту. Положим соль, перец, как все положено по вкусу, как это положено именно по этому ГОСТовскому рецепту, по которому мы готовим. Доведем до состояния такого загущения. И вот добавим в этот момент, мы добавим 9-процентный столовый уксус, переложим в стерилизованную банку. И если долго хранить икру, то, конечно, это нужно еще постерилизовать при температуре где-то 80 градусов, или стерилизовать в более короткий срок при температуре близкой к 100.